В день открытия Ржевского мемориала советскому солдату его смогли посетить более 3,5 тысяч человек. Напомним, что 30 июня памятный комплекс открыл президент России Владимир Путин вместе с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. На торжественной церемонии присутствовал и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Создавался мемориал по инициативе ветеранов-фронтовиков, которые также стали почетными гостями мероприятия. Средства на создание памятного комплекса собирались, что называется, всем миром. Каждый мог принять посильное участие, и многие воспользовались этой возможностью. Результатом совместных усилий народа и власти стал пока что единственный подобный мемориал в России. И теперь его могут увидеть все желающие. Вход на территорию мемориала бесплатный и круглосуточный, без выходных. Но интерактивный музей с тематической мультимедийной экспозицией работает с 10 до 18 часов. При этом на территории действует и ряд ограничений. К примеру, туда нельзя заезжать на транспорте. Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке, которая находится через дорогу. Кроме того, не следует подниматься на сам холм, где установлена скульптура советского солдата. Впрочем, не исключено, что в перспективе на него все-таки разрешат подъем. Со временем планируется обустроить там смотровую площадку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!